И когда я закончил спектакль, тоже не было овациям конца. На следующий день вышли рецензии в газетах. И я вам честно даже скажу, я был удивлен, за что же меня так перехвалили все критики. Они писали обо мне только в восторженных тонах. Не забывали, конечно, что великий Шаляпин, это Шаляпин, его не будем трогать. А вот молодой артист, который тоже произвел на нас такое впечатление. Но что он в своей опере, в Борисе Бедунове, он показал себя большим мастером и так далее. А вот что он покажет в нашей опере, в Фаусте, во французской опере, посмотрим. Ну, в общем, такая интригующая тоже иногда концовка в этих, была, ну, критических выступлениях. Но, когда я вышел в Мефистофеле и спел пролог, и спел куплети Мефистофеля, публика меня приняла опять восторженно. А уж когда дело дошло, когда я спел серенаду, вот, серенаду, серенаду Мефистофеля. А пел я Фауста на русском языке. Я французского не знал, только начал учить. Но к тому времени уже я вот серенаду Мефистофеля выучил по-французски. Но пел-то я в спектакле ее по-русски. И вот когда я спел эту серенаду, опять публика дальше не давала идти спектаклю. Пять минут пауза. И как ни старался дирижер, давал вступление, чтобы продолжить торцет. Ничего, публика топала ногами, топала руками, что-то кричала, безбраво и так далее. Ну, что делать? А на столах везде, в таких рамочках, стоят бумажечки, на которых написано. Бессировать категорически воспрещается. Но что делать, когда я минут пять ждал, когда же дальше публика разрешит пойти спектаклю дальше? Я разрешаю. Ну, тогда я обратился к дирижеру и говорю, маэстро, encore une fois serenade. И он начал серенаду. А я сообразил, что сейчас я могу эту серенаду исполнить на французском языке. И я ее спел на французском языке. Опять неимоверные аплодисменты. И на следующий день уже многие писали. Вот мы сомневались, как он выступит в нашей опере, во французской. Но и тут он себя показал как большой мастер. И, правда, мы должны сказать, что когда публика его заставила буквально бессировать серенаду, он вдруг сделал такой жест в сторону публики и спел серенаду на французском языке. Но, правда, в его французском был какой-то южный акцент. Понимаете? Вот. Ну, какой южный акцент вы сейчас услышите? Ну, и тут же они заканчивали свое критическое замечание. Но, несмотря на то, что вот был какой-то акцент, ну, мы поняли каждое слово в отличие от всех наших условий. Вот так. Ну, давайте посмотрим, какой у меня был акцент. КОНЕЦ 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 Они заметили, что я не просто пел ноты, а я пел содержание. Хотя и по-французски где-то вот такая какая-то... дьявольская. Дьявольская такая милка была. Ну, вот. Что интересно. После спектакля, ну, и после Бориса, и после, в особенности, Фуауста, ко мне приходило столько людей. И артисты, и журналисты, и художники, и кто только не пришел. Софья Лорен пришла за Кунисей, меня поцеловала, поздравила и попросила, чтобы я подарил ей фотографию. У меня были фотографии, я ей тут же написал. Я говорю, а ваша фотография у меня будет? Она говорит, завтра у вас внизу в депорте, вы получите мою фотографию. И она мне подарила свою фотографию, очень красивую. Там она блондинка, выкрашенная в такой светлый цвет. И буквально было написано так. А Иван Петров со всеми симпатиями и обожанием. Софья Лорен. Такая написа очень приятная. Потом ко мне подошла другая дама. Но той даме было уж, наверное, вот так, как мне сейчас уже за восемьдесят. И ей так, наверное, было. И она подошла и мне сказала. Вот, дорогой Иван Петров, вы мне доставили такое удовольствие, что я должна вам заметить. Если бы мой дед увидел и услышал вас, он бы от радости танцевал. Я говорю, а кто ваш дед? Композитор этой оперы Шарль Гуно. Вы представляете? У меня это старый человек. Я вам говорю, не для того, чтобы похвастаться. Но это приятные воспоминания. Очень дорогие. И после моего выступления в Мефистофеле, и до этого я еще спел два раза Бориса Габанова, Бориса, меня местные актеры, а у них есть такая, ну, как вам сказать, ассоциация Гранд-Опера. Они меня пригласили в Дом актера, небольшой Дом актера, сзади как раз Гранд-Опера, и вручили мне адрес и книжку почетного члена Гранд-Опера. И сказали, президент сказал, вы знаете, за все время существования нашего общества два человека получили это звание. Вот две недели тому назад у нас здесь выступал Марио Дель Монако. Он пел, выступал в роли Отелло. Он нас поразил. И кроме того, он очень приятный человек. Ему вручили это. И за те же качества мы вручаем и вам вторую, вторую. И больше там никому это не вручалось. Я спросил тогда, такой Шастене был президент, я ему сказал, я говорю, ну что мне дает вот эта карточка и почетный адрес Гранд-Опера. А это дает вам следующее. Немного, но интересного. Вы можете написать нам в Париж, в Гранд-Опера, в Лион, в Бордо, в Тулузу, в Ниццу, в Наунд, куда угодно, что вы хотите... Это все города, где есть оперные театры. Я в них выступал. И для вас в этом театре будет поставлена та опера, в которой вы захотите выступать. И так оно и случилось. Я много раз выступал и пел те спектакли, которые вы мне... И те роли, в которых мне удавалось показать себя неплохо. Гляньте, вот интересно. Вот такие какие-то впечатления. А вот если говорить действительно о традициях Шаляпинских, то ведь, Иван Малчевы, еще и так же продолжается и в плане народной песни. Потому что искусство Федора Ивановича Шаляпина как исполнителя народных песен, оно совершенно уникальное. И Иван Иванович тоже много пел народных песен. Может быть, мы послушаем? Ну, сейчас я сейчас два слова скажу. Я народные песни тоже скажу. Во-первых, я выступал много раз в Европе. Ну, во Франции я шесть раз был на гастролях. Вы представляете? В других странах там тоже по два, по три, иногда и по четыре раза. Пел не раз и в Америке, и в Соединенных Штатах. Пел в Канаде. Пел в Японии. Пел в Австралии. Пел в Новой Зеландии. Но интересно что? Ведь где бы я ни пел, только я переступал порог театра, меня тепло приветствовали и тут же вспоминали, что у нас вот в таком-то году выступал ваш соотечественник, великий артист Федор Иванович Шалябин. Как же он пел? И вспоминали, как он какие-то отдельные фразы произносил в зал, как он делал какие-то жесты. Все то, что Шалябин умел как великий артист ярко преподнести, об этом они все время вспоминали. А в рецензиях меня уже так везде и окрестили. Я наследник шалябинских традиций. И не только потому, что я старался все-таки в шалябинских традициях выступать, в песне и так далее. Но я еще и был пропагандистом русского искусства во всех этих странах. И в особенности я запомнил те концерты, когда я выступал и один с пианистом, и когда я пел с оркестром имени Осипова. А с оркестром имени Ивни Осипова, вот я и выступал и в Америке, и в Канаде, и по многим странам Европы. Несколько раз в ФРГ выступал. Там золотой диск мне преподнесли записанной фермы. Евротиск фермы такая, в Канаде. Я с ними выступал и в Японии, и в Австралии, и в Новой Зеландии. И должен сказать, мне было очень приятно, что нашу русскую народу везде любят, везде почитают и с удовольствием ее слушают. Ну, например, вам вот приведу такой пример. Я приехал в Японию на сольные концерты. В сольных концертах в программу я русские песни не ставил. Я их пел на песне. Вот. И когда меня встречала какая-то толпа молодежи, ну, человек, наверное, 200-250, и вдруг они запели русские народные песни. В том числе запели и Катюшу. Я спрашиваю, а что это такое? Что это за молодежь? То мне переводчик сказал, у нас в Японии существует вот такая организация, которая любит русский народные песни, любит их петь, и с удовольствием их слушает. А я говорю, а Катюша, это же не русская песня. Да, ну, она уже стала, как наша японская народная песня. Такая бы такую произвела популярность Катюши. Но я вам должен сказать, в нашем искусстве не только русские народные песни, которые уже идут там два лет тому назад и раньше, зазвучали, но даже такие вот песни военных лет, они тоже стали ведь как народные. Ну, возьмите вы Варламова вдоль по улице метельцы. Но ведь это как русская народная песня. Или бьется в тесной печурке огонь. Это народная русская песня. Их таких много. Я с удовольствием пел народные песни. Я помню, когда я выезжал с бригадой на фронт, мы на Брянском и на Волховском фронте, за шесть месяцев дали 300 концертов. Я ни одного не пропустил, нигде не заболел, пел. Причем я пел и какие-то песни такие, которые, ну, идет война с Союзом, Народная война и еще такие песни я запевал. Потом я пел несколько русских народных песен и пел две-три русских арии. Ну, такие, как песни Еремка, песни Гаврицкого, Арии Мельника. Певцы, солдаты и офицеры слушали, можно было сказать, что муха пролетит, будет слышно с таким затаенным чувством. И потом, когда мы заканчивали концерт, нам не было конца благодарности от этой солдатской и офицерской аудитории. Ведь дело в том, что, ведь еще Глинка, по-моему, сказал, что музыку создает народ, а мы ее только аранжируем. То есть, обрабатываем. И действительно, такие композиторы, как Глинка, или даже как Чеховский, ну, уж не говоря, как, например, римский Корсово. Сколько же они русской народной песни использовали в своих операх. И как это все красиво звучало. Настасья? Да, я еще, прежде чем Настасья. Конечно, великий исполнитель был Жаляпин не только оперного репертуара, не только камерного романцев и так далее, но он изумительно пел русские песни. Изумительно. Вы знаете, я никогда не слышал Жаляпина жильем, я никогда не старался копировать, но те приемы, те какие-то маленькие нюансы, которые он вносил, ударения какие-то на каком-то слове, во фразе, это я брал на свое вооружение. И еще мне нравилось, что Жаляпин и русские песни, он пел очень красиво, он как-то, он облагораживал даже, часто, русскую песню. И вот своим красивым голосом он это так пел замечательно. Ну, я тоже старался. Пожалуйста. Сейчас прозвучит песня «Ах, Настасья». Ах, Настасья, Ах, Настасья, отворяй голову-два, ой, душевки, люди-люли, отворяй голову-два, отворяй голову-два, повстречай голову-два, ой, душевки, люди-люли, повстречай голову-два, ой, ты, Ах, Настасья, ах, Настасья. Ах, Настасья, Ах, Настасья, ой, ты, Ах, Настасья, линца бьет, мой ветер линца бьет, мой ветер линца бьет, частым ножничком сечет, ой, душеньки, люли-люли, частым ножничком сечет, ой, ты, Ах, Настасья, ножничком сечет, ой, душевки, люди-люли, с оголовки в свет львет, с оголовки в свет львет, ой, ты, Ах, Настасья, и сердце львет, ой, душевки, люли-люли, частым ножничком сечет, ой, ты, Ах, Настасья, ножничком сечет, понимаете, понимаете, что меня удивляет и поражает, и обижает. Вот поют новые певцы, новое поколение. Ну, послушаешь, ну, тот же Басков, ну, он с большим успехом выступает, ладно, что он поет из русских песен, ну, я как-то слышал, ой, ты, душечка, спел, ну, и многие певцы поют, ой, ты, душечка, как будто бы больше русских и красивых песен нет. Ну, ведь у меня, вот я был, ведь в основном, оперный певец, я нес такой большой репертуар в Большом театре, но у меня был и концертный репертуар, огромный, масса, да, русских романсов, западноевропейских, американских романсов и песен. Ну, и в моем репертуаре, ну, было не менее 30 русских народных песен. Красота! Ведь наши песни отличаются, ну, предположим, неаполитанские или итальянские, они все красивые, но в основном они все про любовь. А у нас песни и про любовь есть, и про горечь разлуки, и на случай, кто, если, погиб, или на историческую тему, сколько там, а, Ярмакея, горел пожар Московский, и сколько красок замечательных. Ну, неужели же мы такие медленные, что мы не можем это услышать с нашей эстрады? Да, вот паразиты мы богатые, вообще богатые культурой, традициями, обычаями, но бедные, потому что мы забываем об этом. Вот это, Иван Иванович, спасибо вам огромное. Мы очень рады вас видеть, слышать. Я вас забываю. Не, ну, мы очень вам благодарны, потому что это такое счастье общаться с таким большим музыкантом, с таким большим певцом. Слава Богу, что нам это удается пока. И я вас очень благодарю. Я думаю, что все наши слушатели вам чрезвычайно благодарны, несмотря на то, что мы долго уже, вроде бы, разговариваем сегодня, большая у нас встреча. Но, наконец-то, тема такая, что невозможно уложиться в такие временные рамки, которые мы к себе отводим сами. Так что, да, это можно бесконечно. И мы очень вам благодарны за ту радость, которую вы нам сегодня доставили. Вам здоровья, вам обязательно радости от книги, которая вот скоро, я думаю, успехает многие из нас. Книгу мы будем иметь у себя дома и продолжать мысленно с вами встречи. Спасибо огромное. И вам здоровья. Спасибо. 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 Спасибо.